Сегодня в выпуске. Профилактический рейд «Должник». Останки красноармейца захоронены в родной земле. Литературный вечер в 4-й школе Десногорска. Десногорские сотрудники ГИБДД совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов активно включились в проведение оперативно-профилактического мероприятия «Должник». Цель данной операции – выявление водителей вовремя неуплативших штраф и привлечение их по статье 20.25. Это административного кодекса, кодекс административных правонарушений, неоплата административных штрафов, установленных в срок. Срок оплаты дается 70 суток. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде увеличения данного штрафа в двойном размере, либо арест на срок до 15 суток. Данная профилактическая операция проводится с 18 по 31 марта. В день проведения рейда по информационным базам сотрудниками было проверено около 70 водителей. В отношении двух граждан, своевременно неоплативших штрафы, составлены административные протоколы. Два водителя оплатили штрафы на месте по квитанциям судебных приставов. Также гражданам разъяснялись последствия уклонения от уплаты административных штрафов. Необходимо отметить, что выявление лиц, своевременно неоплативших административный штраф, осуществляется сотрудниками ГИБДД не только во время тематических рейдов, но и при повседневном несении службы. Получить информацию о нарушениях, штраф за которые не был уплачен, можно на портале государственных услуг Российской Федерации. Водителям города Десногорска я бы хотел пожелать, ну и рекомендовать вовремя оплачивать штрафы, ну также быть внимательными на дороге, не превышать скоростной режим, перевозить детей в креслах, ну и как бы относиться более уважительно друг к другу на дороге. Делегация поисковиков Десногорского отряда за родину доставила останки красноармейца в город Печора, Республики Коми. Именно там, спустя более 70 лет, состоялось захоронение бойца рабочей крестьянской Красной армии Чупрова Василия Егоровича, 1921 года рождения. Солдата обнаружили десногорские поисковики во время летней экспедиции 2014 года на правом берегу Десны в урочище Караковиче Рословского района. При нём были найдены и личные вещи, которые также были переданы родственникам. Мы прибыли в город Печору и нас встретил почётный караул прямо ночью. Мы передали урну с останками бойца почётному караулу. И утром уже в 10 часов был митинг на площади Победы, сквер Победы у них называется. Был травойный митинг. Было много жителей городских, школьники, ветераны войны. Председатель Горсовета Республики нас встречал, приветствовал. Также слово было предоставлено родственникам. Их было 25 человек. Всего они озвучили, что родственников найдено по Республике Коми около 500 человек. И то это ещё не все. Они продолжают созваниваться, продолжают находить друг друга. Слова благодарности прозвучали за то, что их родственник, их земляк приехал на родину, то есть, так сказать, вернулся с войны и будет захоронен рядом с родителями. Так пожелали родственники. Также они говорили о том, что благодаря тому, что мы приехали, они многие познакомились друг с другом. На митинге мы передали личные вещи бойца Чупрова Василия. Самая старшая из родственников, это была его сестра родная. То есть, личные вещи были ей переданы. Также была передана медаль общественная, которой был награжден боец Василий Чупров уже посмертно. И впоследствии на городском кладбище под звуки выстрелов было прощание, погребение солдата. Мы, конечно, очень довольны, что нас встретили. Очень дружественный народ, очень доброжелательно. С нескрываемой радостью в глазах они это всё делали. То есть, не было никакой наигранности. В общем, мы свою миссию выполнили как нужно. Большое спасибо за то, что нам помогли с поездкой, с организацией Смоленская атомная станция, администрация города Десногорск и частные предприниматели города Десногорск. Большая благодарность за содействие и помощь. Сергею Владимировичу удалось встретиться с местными поисковиками и договориться о совместных экспедициях, которые пройдут уже в этом году на территории Смоленщины. 17 марта в Десногорской средней школе номер 4 состоялся литературно-музыкальный вечер «Мужеству жить в веках», посвященный празднованию 70-й годовщины Победы. Началом мероприятия стало награждение 9 ветеранов юбилейной медалью. Этот год, объявленный в России годом юбилея Великой Победы, Великой Отечественной войны, недаром обозначен как знаковая дата не на один день, не на день Победы, а на целый год. Да, действительно, уже достаточно давно произошли эти великие, грандиозные, трагичные события, когда наша страна путем неимоверных усилий и жертв освободила не только свою территорию, но и мир. Сегодня мне было честь совершить торжественное событие вручения юбилейных медалей, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава администрации вручил памятные медали Тамаре Семеновне Харченко, Екатерине Дмитриевне Юдиной, Анатолию Сергеевичу Якушенкову, Зинаиде Александровне Щербаковой, Дине Киреевне Якименковой, Надежде Петровне Шилиной, Николаю Сергеевичу Трошину, Раисе Михайловне Нахраповой и Евгении Романовне Шершневой. Слова поздравления ветеранам Великой Отечественной войны сказал заместитель главы администрации по социальным вопросам Сергей Валентинович Тощев. Поздравляю наших сегодняшних героев, говорим спасибо за их труд, дай вам Бог здоровья, долгие жизни, а вот впереди у нас замечательный праздник 9 мая, приглашаем вас от друга от славы. Ученики школы в этот вечер исполнили для ветеранов стихи и песни о войне, подарили памятные открытки, сделанные учащимися младших классов. Субтитры создавал DimaTorzok